Вы задавали мне много вопросов, но на все ответить, конечно, не получится, но на основные я отвечу. Итак, приступим. Так, следующий вопрос. Наталья, смотри вам голову на курс, как мужчина, чем постоянно высокая рибида. Я говорю, женщина и механизм желания, не завязан на тестах. Ну, да, всех не отлично, но лично у меня рибида высокая, всегда независимость от курса. Николай Котарев спрашивает, есть ли планы переходить в пробу Б? Ну, если женский ББ снова появится, то, думаю, может быть. Анжелика Малиновская, какие у вас любимые упражнения, какие лучше силовые в этих упражнениях? Ну, выделить сложно, обычно любят то, что удается, мне, в принципе, удается все неплохо. Ну, к примеру, тяга на оклоне, у меня рабочий вес 100-120 кг, в приседе 220 кг, тренажеры Смитта, Нажим 140 кг, рабочий сливание рук со штангой 60 кг. Так, Татьяна Рыбина. Всегда было интересно, в каком возрасте девушка допустимо начать кремо-фармакологию, сколько времени она должна провести сзади, натурально тренируясь. Спасибо. Сначала нужно спросить себя точно, нужно ли это вообще, насколько это необходимо. Ну, если есть желание выглядеть как бодибилдер, то, конечно, да, без этого не обойтись. Ну, вот зачем фарм в викине, как мы не понимаем. Даже в ПЛ до какого-то определенного момента можно прогрессировать натурально. Например, мастера спорта я выполнила без приема фармакологии. Ну, в любом случае, чем дольше будет заниматься натуральным, тем проще будет в дальнейшем удерживать набранное фармакологию. Банджамин Франк задает следующий вопрос. Наталья, вопрос такой. Приемлемо в моделировке препаратов, явно выраженных признаков вероизации у девушек. Врач выберет примус, назовол голденол. Вижу, тут завязано в генетике, интересно ваше субъективное мнение. Ну, конечно, считается, как бы, генетика, как говорится, сколько там уголомка, ну, кармия, а вред ледера, она не превратится. Ну, вот, назовол бы я вообще не советовал никому. Даже таблетка метана будет лучше, и по действию, и меньше побочек. Так, следующий вопрос. Вадим Кинько. Добрый день. Меня интересует следующий вопрос. Как без применения АЦ максимально эффективно наращивать мышечную массу девушкам? Какой объект тренинг лучше применять, и как стеклировать эти аспекты диеты? Ну, общего системы тренировки тут нет. На самом деле, это слишком просто. Есть общие принципы соблюдения диеты, отношения к ЖУ, составления тренировок. В основном, все, нет там плохо ошибок, если есть кто-то знающий, может сказать, потому что супер. Следующий вопрос. Терила Ремешко. Я спрашиваю про фарм, который несет наивеньший вред для здоровья женщин. Например, Аксендралбон. Можно ли к этим препаратам отнести туринобон? Может, еще какие-то препараты есть подобные? Также интересный дизировок. Знакома хочет поднабрать массу для бикини. Ну, сначала же спросить, а есть ли масса у бикини вообще? И сразу сказать, что безопасная фарма, в принципе, не бывает от любой фармы. Возможно, побольше. Даже она сам наёккает. Вот. И опять же, прием фармы не отменяет ни диеты, ни тренировок. То есть, конечно, бикини принимают метан, но, если честно, я не понимаю, зачем в этом виде спорта. Ну, вообще, в анкологии. Следующий вопрос. Наталья, ваше мнение о отношении к бикини. Немного было сказано разумно неуважаемыми людьми по этому поводу. Хотелось бы слышать развернутый ответ по всем аспектам этого спорта. Ну, отношусь я нормально. Как бы, каждый занимается тем, чем ему нравится. Во всех всё представление о красоте, о спортивности. Вот. Я вообще нормально отношусь к всем номинациям. Вот. Ну, единственное, непонятно, когда присваивают звание МСМК по бодибилдингу, не бодибилдингу, потому что физическое развитие бодибилдинга и бодибилдинга в том же абсолютно разное. Следующий вопрос. Сергей Шкунов. На сколько дней Наталья развеётся по лифту? Ну, тренируюсь я 5-6 раз в неделю. Бережу, ближе к соревнованиям по МАПЛ. Конечно, меньше примерно раза на 3 в неделю. Но стреляю только отжим, ставлю и немножко пампываю нагрузки на руки, на плечи, на спину. Вот. Ну, а по обычным тренировкам билдерсам, то я тренирую каждую группу мышц примерно 1 раз в неделю. Единственное, разбиваю спину на 2 тренировки обычно. На толщину и на ширину. Так, Тимур Поя спрашивает. Как она смотрит на исключение из соревновательной программы ФББ женского бодибилдинга? Ну, жаль, конечно, хотя наш отечественный бодибилдинг намного отличается от западного. У нас никогда не будет креста в дашей объёма, к сожалению. Артур спрашивает. Хватает ли времени на смейную жизнь? Ну, конечно, хватает, как бы. Семья вообще для меня это самое главное. Да, Кладислав Ильин спрашивает. Как лицует ли ваш муж? Ну, собственно, почему он должен как лицовать? Мы с ним вместе тренируемся. Он очень помогает, подсказывает много по тренировкам. Вот, и сам имеет неплохую форму и неплохие силовые показатели в прошлом ОМС по вольной борьбе. Вот, но на качественную девушку, конечно, всегда привыкает больше внимания к мужчине, потому что таких просто очень мало. Вот, моё интервьюное как раз проходит по танцу. Вот, в ближайшее время я постараюсь сделать видео о своей какой-нибудь тренировке. Вот, и в ближайшее время было соревнование по пауэрлифтингу Европы, по ОТЦ и по НАП тоже были соревнования. Вот, спасибо за все ваши вопросы. Было приятно их отвечать. Вот, если будет для дальнейшего интереса, то, возможно, появится еще такое видео, где я отвечу на какие-то ваши вопросы. Ну, спасибо всем за внимание. Всем пока.